Я тебя вижу, я сделал анонс, что сегодня у нас с тобой разбор новогоднего фильма, я думаю, что любимого многими, многими не до конца понимаемого, который называется «Ирония судьбы» или «С легким паром». Я тебя приветствую. Приветствую я тебя точно так же, Серега, и особенно и так же приветствую всех зрителей, которые в прямом эфире смотрят, и те, кто будет смотреть этот разбор в записи. Да, ну что, начнем. Я думаю, что есть о чем поговорить, что разобрать, что вспомнить. Я сегодня впервые узнал, что он идет больше трех часов, и я когда готовился к прямому эфиру, я такой, ого, три часа. Ну, скажу честно, я на перемотке полтора смотрел, потому что там перематывал песни, которые уже многими известны. Ну, начнем тогда с самого начала. Начнем с нашего главного героя, Евгения Лукашина. Начнем с его жизни и подальше перейдем уже к его взаимодействию с другими людьми. С чего начнем? Ну, наверное, с начала фильма, с диалога Лукашина с Галиной. Давай на перемотке с Галиной. Я тоже, знаешь, я смотрел вот так вот тоже отрывками, перерывками, потому что как бы я думал, что я так этот фильм хорошо помню, но я на самом деле смотрел его очень-очень-очень давно, прям вот очень давно. То есть я не отношусь к категории тех людей, которые каждый Новый год смотрят этот фильм. Во-первых, у меня телевизора уже нету лет 10, и поэтому я телевидение не смотрю. А во-вторых, ну, я как бы никогда не был поклонником этого фильма. Я никогда не понимал логику вот этого, как вот можно уехать в другой город. И, оказывается, для меня это был какой-то... Еще, я помню, прям ребенком я смотрел. Для меня этот фильм был какой-то абсурд. Ну, я скажу, как такое честно, я многие вещи, вот, пересматривая для себя, открыл вновь, то есть какие-то диалоги услышал по-новому, то есть какие-то диалоги, как будто бы я их вообще не слышал, не обращал внимания. А вот сегодня уже готовясь полностью к разбору, то есть я анализирую персонажей, их психологически, скажем так, портреты, то есть я многое для себя понял. Давай тогда я обрисую, что мы будем обсуждать, и уже начнем до самого начала. На мой взгляд, важны его взаимоотношения с мамой, с матерью, то есть Евгения Лукашина, да? Вначале показывается также его отношения с Галиной, а дальше идут взаимоотношения с друзьями, тоже можно немножко поанализировать, подискутировать, о чем они говорят, то есть как они его характеризуют, то есть на что это нам указывает. Дальше его взаимоотношения с Надеждой, его взаимоотношения с Ипполитом, да, то есть вот этот, назовем так, любовный треугольник, который завязывается, и финальная часть уже, когда Надежда приезжает к нему в Москву. То есть, ну и там параллельно какие-то будут еще темы, мы на них будем останавливаться. Давай начнем тогда. Ну, я грунт главной всей темой, я так думаю, что мы будем разбирать этот фильм, обсуждать, мы будем сепарацию от родителей, потому что два главных героя, Надя и Евгений, они два ярких представителя, не сепарированных от мамы человека. Ну, ну, фильм начинается, да, из разговора Евгения и Галина, я что-то буду записывать, я себе вот все прям записал имена, потому что что-то как-то их забывают. Хотя такие имена довольно простые, но как-то они мне вылетают, Галина, Надя. Я думаю, можно знать, как было, то есть Женя, Галя, Надя, как они были в фильме, то есть мы как бы его так же их будем назвать. Вот. И начинается от того, что они там начинают наряжать елку и обсуждают, и Галина там предлагает не идти куда-то, они там собрались кому-то идти исправлять Новый год. Она ему предлагает встретить Новый год вдвоем, и он ей там начинает намекать что-то типа про того, что он сделает ей на конец предложение. Но очень много всего там противоречивого в этом разговоре, потому что там он сразу показывается такой, блин, вот как бы слово такое подобрать, такой абсолютно инфантильный, но ещё не просто инфантильный, он ещё вот с такой, как будто бы инфантильно глупенький, такой вот, знаешь, такой вот его ножка дурачок. Он и такой вот, и вот какие-то слова у него, какие-то там кривляния лицом, то есть это абсолютно, по фильму так, скорее всего, это же молодые люди, это уже такие в возрасте люди, там я, я не знаю, сколько им там по фильму лет, ему три, ну, о, вообще, то есть 36 лет, но ведёт он себя там, как вот, вот, как ребёнок какой-то. Да, и Галина, она вот такая, прям такая женщина, такая, помнишь, вот мы с тобой разбирали сильных женщин, я говорил, такое псевдо-сильно, им для этого нужен, нужны такие мужчины, которые, которых они будут шкнить, да, которые будут во всём виноваты, мужчины, слабаки, и вот у меня вот Галина, как раз вот такое вот вызвало ощущение, псевдо-сильной женщины, которая привыкла всё брать в свои руки, многие нужны, был для этого такой мужик, из которого она бы, что бы хотела, то бы и лепила, да, как хотела бы, так им манипулировала, когда, как из, как из, мужчина пластилин ей нужен, и вот он, прям вот этот весь диалог, и чётко показывает, что она вот этот вот мастер, да, почему-то мне вспомнилась, такая песня была у Аллы Пугачёвой, лепи из глины, что-то там, всё, что видишь, и всё такое, вот, как будто бы, вот она такая вот, которая хочет лепить мужчины, всё, что она хочет, а он вот такой вот, абсолютно, 36 лет, обалдеть, конечно, податливый, вот этот кусок пластилина, из которого, что хочешь, то и лепишь, и он вот такой вот, в позиции, ну, я же дурачок, она постоянно ему там говорит, ну, ты же глупенький, ну, ты же сам там, что-то такое, вот прям, очень, очень такой показательный момент, очень такой, показывающий характер Евгения, да, Женя, Женя, показывающий характер Жени, и показывающий характер Гали, ну, ну, прям, хочется мне сказать, да, я когда закончил смотреть этот фильм, я прям почувствовал какую-то вот такую прям злость в себе, и мне нужно прям было идти, эта злость как-то прорабатывать, да, потому что я прям почувствовал, что у меня кортизол вырабатывался, выработался на севами, вот, и я прям анализировал, что, и вот, ну, конечно, меня очень сильно тяжело смотреть фильм, который вот прям очень медленный, то приходит, он вот этот лукавит, Женя приходит и уходит, то этот, ипполит приходит, уходит, то это, Надя приходит, уходит, то ее мама приходит, это вообще, очень тяжело, мне дался этот фильм, мне говорят, я же тебе и написал, говорю, все, у меня этот фильм травмировал, я восстанавливаю психику. Да, я с тобой соглашусь, и вначале, то есть, не показали, сколько они встречаются, как давно они вместе, то есть, вроде как бы, отношения такие еще не совсем завязались, но на мой взгляд, да, поначалу, то есть, там потом он не говорил, он говорил, что два года, по-моему, что-то такое они встречались. А, ну, возможно, я это пропустил, да, потому что... он когда рассказывал, по-моему, в бане мужикам, как он с ней познакомился, два года назад, она пришла к нему в поликлинику, подвернула ногу, что-то такое, по-моему. Да, ну, видимо, я это упустил из головы, но суть в том, что, как бы, на мой взгляд, показались отношения, то есть, если они два года встречаются, достаточно такие, ну, непонятные, да, то есть, как бы, они вроде и близко, и вроде, как бы, вот такая какая-то некая между ними есть дистанция, да, и она, опять же, вот, в плане фраз, там, очень много выставления, да, то есть, там, у всех, я потом в шоке был, что там одного называют дурачком, другую называют, там, непутево, я такой, ого, оказывается, как в фильме все это проявляется, да, действительно, да, она ему показывает, что она будет в семье главная, да, и, то есть, мы дальше сейчас перейдем к взаимоотношениям с мамой, мы поймем, что ему такая женщина и нужна, да, то есть, опять же, это про то, что, как ты сказал, то есть, мы обсуждаем, что, опять же, есть семьи, где, допустим, мужчина выполняет все капризы, ну, назовем так, капризы жены, то есть, женщина имеет такую главенствующую роль, и со стороны это может казаться ненормальным, то есть, кто-то может советовать, да, тебе нужно передать там образы правления мужу, сделать его более ответственным, то есть, сделать так, чтобы он не был такой инфантильный, но это, опять же, психика, то есть, люди сходятся не случайно, да, и бывает такое, что, если один человек начнет прорабатывать что-то в себе, допустим, там, мужчина, он потом может просто уйти, он не уживется с такой женщиной, да, то есть, он не будет терпеть ее какие-то там выходки, какие-то ее команды, какие-то ее понукания, даже вот такие, типа, да, там, ты дурачок, как бы, ну, это такая скрытая агрессия, то есть, это такая скрытая агрессия, которая под видом заботы где-то проявляется на человека, то есть, это тот же самый объезд, где обесцениваются чувства, эмоции другого человека. Да, и мы, опять же, поначалу, в завязке видим, какой Евгений, да, и каких женщин он притягивает, то есть, какая у него потребность, да, что он, опять же, приводит, собирается провести Новый год с женщиной, то есть, дома у мамы, да, то есть, дает ей ключ, предлагая, чтобы она Новый год провела вместе с ним, да, то есть, дальше по фильму непонятно, где была мама, но сам факт, что, он говорит, я там что-то приготовил, он говорит, ну, если я взяла ключ, значит, я уже на это якобы согласна. То есть, я думаю, что у Гали там уже полностью распланирован был сюжет на ближайшие 15 лет, и вот, забегая вперед, ее негодование, наверное, с этим и связано, типа, что это такое, куда ты, как ты посмел куда-то вообще деться, то есть, дальше, дальше меня, чтобы, как, вот смотрел тоже фильм Триггер, там была сцена, где мужчина боялся жену отпустить, там, буквально, там, на 5 метров, если он ее не видел, у него уже была паника. То есть, я думаю, что она из тех женщин, то есть, мы к Галле еще вернемся, то есть, из тех, кто любит контролировать, и ей нужно понимать, нужен такой понятный мужчина. Ну, правильно, она выбрала такого, из которого может, вот, контролировать, который может манипулировать, управлять, и она там, в этом диалоге, там очень много было с ее стороны манипуляций, да, и он вот, ну, чуть попозже я потом объясню, потому что на самом деле он вообще не хотел жениться, он хотел жить с мамой, но, как бы, вот это вот общество, да, еще важно понимать, что это Советский Союз, и там должно, вот это вот, сейчас даже есть еще такое, что если как будто бы девушка не вышла замуж, женщина не вышла замуж, тогда она как будто бы ущербная, якобы какая-то, да, а вся это советские времена, тогда вот если ты не женился и не вышла замуж, то ты какая-то, ну, с тобой что-то не то явно, да, ты как-то так, ты советский гражданин не создал ячейку общества, поэтому умор, вроде бы, рациональной части мозга, они понимают, что нужно создать семью, и даже его мама вроде бы как понимала, да, она там вроде бы как бы помогала им там организовывать вот это вот, чтобы он наконец сделал предложение Гали, да, я даже когда пришел друг, она его как бы выпроводила, потому что она этот, Женя Евгений разговаривал в этот момент с Галиной, и мама там вот это вот потирала руками, ну, наконец там типа, женится мой сынок, может быть даже и внуки будут, и поэтому она быстренько там друга своего его выпроводила, чтобы он не лес не мешал семейному счастью, вот, но, мне кажется, он вот, Женя вообще не хотел жениться вообще-вообще, потому что он, как мужик, который хочет семью, который хочет жениться, он это классно как-то делает предложение, а Лукашин, Лукашин, правильно фамилия? а этот прям вот весь, прям вот вот он видно, как он выдавливал вот это все из себя, я тебя люблю, прям вот через боль он какой-то говорил, вот умом он понимал, что нужно жениться, а бессознательно, да, вот в эмоциональном части мозга, он хотел быть ребеночком для своей мамы. Да, я с тобой полностью соглашусь, и я заметил, что опять же поначалу, сделать небольшой акцент, для чего мы делаем разборы фильмов, мультфильмов, и показываем различные персонажи, чтобы у вас было понимание, те, кто будет смотреть, и сейчас смотрят, и будут записи смотреть, чтобы было понимание, как мы, в общем, выстраиваем коммуникацию, и на основании чего мы делаем такие выводы, то есть, почему это может быть, да, то есть, почему так сложились отношения в том или ином случае, и почему, допустим, мы притягиваем один и тот же паттерн, допустим, женщина притягивает таких мужчин, мужчина притягивает таких женщин, и с чем это связано, и с чем, допустим, в дальнейшем можно работать. То есть, ну, опять же, сейчас мы перейдем к отношениям к маме, я заметил, что мама достаточно тревожная, и Женя, соответственно, тоже как бы, у тревожной матери может вырастить только тревожный ребенок, то есть, и по ней, опять же, там показано, что она там то ходит, то она сидит, то она режет, то она что-то вот в такой постоянной, скажем так, суете. Окей, сцена с Галей понятна. Галя уходит, и Евгений и Женя остаются с мамой. То есть их диалог с мамой, опять же, очень показателен для понимания и характера мамы, и для понимания Евгения. Да, он приходит к маме, да, говорит, мама, я вроде бы как женюсь. И мама такая, вроде бы, да, говорит, вроде бы там что-то на хорошее, там девочка, что-то такое. Она говорит, не то, чтобы я в восторге от нее. Он спрашивает, как она тебе, и вот здесь вот опять же мама, то есть обрисовывает свое отношение, она говорит, не то, чтобы я в восторге от нее, но она хорошая, она, то есть вот она как бы сначала высказывает свое мнение, а дальше продолжает как бы, ну якобы, чтобы его не обидеть. Я так понял, что все-таки нужно показать, что я за тебя переживаю, я за тебя рада, но первая фраза, то есть не то, чтобы я в восторге от нее, то есть для меня было очень уже показательно ее отношение, я думаю, что ко всем женщинам, не только Галя, то есть Галя это некий образ, и отношение мамы Жени к Гале показывает, я думаю, что ее отношение ко всем, потому что даже если мы перейдем в финальную сцену, когда Надя говорит, вот считайте меня легкомысленно, я говорю, посмотрим. Я думаю, что в принципе мама не в восторге от любой женщины, которая появляется в жизни Евгения, но это мы разберем дальше. Ну, скорее всего, да, вот как бы четко этого не показывают, вот эта вот мамин неприязнь к женщинам, да, но вот если вот посмотреть, да, что ему 36 лет, и он до сих пор живет с мамой, то как бы, а это, ну, семья, это же система, да. Они такие взаимоотношения, то есть этот Лукашин тоже же Женя не сепарировался от мамы, тоже же не просто так, да, это не потому, что он вот прям такой, это же такой обоюдный процесс, когда мама сепарируется от ребенка, а ребенок сепарируется от мамы. То есть, ну, как бы, вот как бы это во фильме не показано, но из жизни, вот, понимая, как это вообще происходит, процесс, почему дети не сепарируются, там, как правило, маме тоже выгодно контролировать ребенка, чтобы он никуда от нее не делся, и ребенок обслуживает вот эту историю мамину. Вот может быть, да, что она действительно какая-то тревожная, и когда он рядом, ей спокойнее, тут еще какая-то женщина появится чужая, там, естественно, ничему хорошему это не придет, когда две хозяйки на одной кухне. Я предлагаю сделать несколько предположений, почему это может быть, чтобы, опять же, нашим зрителям показать, почему такие отношения могут выстраиваться, и почему, вот, как ты сказал, мужчины и женщины могут быть не сепарированы от родителей. И вот, опять же, ты очень классно сказал, что, я думаю, мама четко понимала, что если они поженятся с Галей, они будут жить рядом с ней. И она, то есть, на мой взгляд, точно понимала, что я уж точно сильнее Гали. То есть, как бы, Галя, может быть, сильнее моего сына, но я, то есть, ну, глядя на нее, я думаю, что она понимала, кто будет в доме хозяйка. И я, то есть, опять же, предположительно, это такой мой взгляд, она бы, скорее всего, их не отпустила куда-то в другое место. Да, я думаю, что... Что она же там пока, там же показано, что она слышала разговоры Галли и Жени, да, и Галя там говорит, а мама куда-нибудь уйдет, то есть, Галя уже там за маму и решила, кто куда пойдет, кто что будет делать, такая организовала там процесс. Естественно, скорее всего, маме Жени не понравилось, что за нее там, за спиной вообще решают, куда ей идти, куда ей не идти. Условно говоря, она маму Жени послала почти открытым текстом, да. И, естественно, какому человеку это понравится. Но она вот как-то там промолчала и не стала как-то мешать их отношениям. Но, опять же, я думаю, что это исключительно умом. Она как бы понимала, что сын должен жениться, но сердцем ей совершенно это было не нужно. И совершенно это не та женщина, которая бы, ну, было бы прикольно, если бы он себе нашел такую тоже, ну, вот Надя, вот, кстати, да, она такая же инфантильная, как он. И вот они вот, мальчик и девочка, да, с мамой могли бы ужиться, да, гипотетически. Но вот, ну, Галина нет, потому что она бы начала бы там свои, выставлять свои правила в этой квартире быстренько. Потому что такая Галя очень такая, ух, такая, с характером девушка. Таких семьях часто, допустим, женщина может настраивать мужа против матери, да, чтобы, опять же, их, скажем так, насильно сепарировать, чтобы его привязать к себе. Чтобы иметь, скажем так, условно полную власть над человеком, да, чтобы, скажем так, понятно, что он слушает маму, и ее какие-то указания он будет так или иначе пропускать через призму, а что подумает мама. То есть даже если мы, как бы, не советоваться с мамой, то есть это, опять же, у него в голове, я думаю, уже такой устоявшийся факт. Опять же, мои предположения, почему может быть, то есть нам не показали отца Жене, да, то есть по фильму. То есть и у Нади нет отца, есть мама, да, они живут с мамой. И он живет с мамой, почему, допустим, опять же, может быть, не пройдена сепарация, потому что мальчик, сын берет на себя функции мужа, да, то есть и он, как бы, заменяет, если, тем более, там, отец погиб трагически, либо, не дай бог, там, бросил мать, ушел куда-то. В этом плане, то есть мальчик может встать на позицию мужа, заменять мужа и, соответственно, как сказать, выполнять функции, обязанности не только сына, но и мужчины, и, соответственно, как бы он здесь уже привязан к образу матери, да, то есть здесь уже, как бы, сепарироваться достаточно сложно, даже на уровне физическом, потому что что-то он ей там в конце даже сказал, она такая, ой, ой, сердце, 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 он тут же на колени говорит, мамочка, что случилось, что случилось, что случилось, это, опять же, может быть, показатель такой некой манипуляции, да, то есть если они уедут, ей маме нужно будет внимания, говорит, ой, сыночек, что-то сердце прихватило, ой, что-то задыхаюсь, ой, что-то там, ой, что-то сям, вот, опять же, приведу такой пример, у меня отношения с мамой, я говорю, как дела, давление было 220, я говорю, а что не позвонила, я говорю, а что тебе звонить, То есть это не про то, что я не переживаю за свою маму, а это показатель того, что я в этом не разбираюсь, и от того, что она будет на меня перекладывать какие-то свои волнения, переживания, то есть никак не повлияет на ситуацию. Поэтому вот в случае мамы Лукашина, то есть это такое может быть, опять же, это может быть связано либо с отцом, либо с тем, что ему попадаются женщины, которые, опять же, сильные, он в какой-то момент на них обижается, потому что они его ломают, гнобят и загоняют под каблук, и он, опять же, приходит к маме, ну, то есть как вариант, да, то есть почему это может быть вот такое постоянное метание, и почему, опять же, проживание в 36 лет с мамой. Хотя считается, в общем, там, видишь, как он себя вёл, да, с Галиной, он вёл себя вот как, ну, вот, вот маленький мальчик. То есть, естественно, какая взрослая, условно говоря, психологически зрелая женщина захочет рядом с собой иметь мужчину-мальчика, только та, которой нужен мужчина-мальчик, из которого она, которого она будет там что-то лепить, который будет послушный, которого она будет ругать, воспитывать, лечить, спасать там ещё что-нибудь. А зрелой женщине зачем такой мужчина, который как ребёночек? Да, я с тобой здесь тоже соглашусь. Но, опять же, по взаимоотношениям с мамой понятно, что мама, как бы, вроде как ты сказал, то есть она вроде бы и за, да, то есть она понимает, что вроде как и надо сыну уже жениться, но, с другой стороны, она как бы показывает, что, ну, я так понял, то есть по её поведению, что я не хотела бы тебя отпускать далеко, да, то есть, ну, вот, как ты сказал, то есть желательно, чтобы была такая женщина, на которую я буду иметь влияние, и мы будем, может быть, переживать, но вдвоём, да, созваниваться, обсуждать себя. Есть такие семьи, где жена созванивается с мамой мужа, они обсуждают, какой он плохой, как он себя нетоксично ведёт и вообще, где ему нужно работать, где ему нужно увеличивать свой доход и так далее и тому подобное. Да, то есть такие семьи тоже есть, где две сильные женщины, условно, делят опеку над мужчиной, да, и всячески его, назовём так, наставляют на пути с ним. Такие семьи тоже есть, и я думаю, что, как вариант, то есть если бы сложилось так, то, возможно, это бы устраивало всех, да, вот. Я думаю, что они бы обвиняли, обсуждали зрению, какой он глупенький, потому что вот что... Да, какой он глупенький, что ему нужно поменять работу, больше зарабатывать, больше себя ценить, не общаться с этими друзьями, алкашами и вообще, то есть они бы его оградили от всех, чтобы, как мы уже сказали, сделать зависимым от себя и чтобы он, опять же, скажем так, обслуживал какие-то их мечты, желания, хотелки. Но для меня очень был показательный момент, когда Женя сказал маме, я не понимаю, за что она меня любит, или что она во мне нашла. То есть здесь как бы я чётко отследил, что у него, скорее всего, тоже вот, если брать тип привязанности, тревожный тип привязанности, да, то есть который вот такой, мне нужно заслужить, а он говорит, она такая красивая, она такая добрая, она такая умная, она такая... То есть он перечисляет её качество, опять же, принижая себя, да, то есть вот даже в одной... Кажется, он смирился к тем, что он глупенький. Вот тот он, Иванушка, дурачок, вот. И он давно, и он себя так и ведёт, и он в это верит, и он давно с этим смирился. Я так думаю, что мама к нему так и обращалась, глупенький, ты у меня сыночек. Надо делать вот так вот. Скорее всего, и он вот вырос вот в этом понимании, что он глупенький, что он не понимает. И вот есть вот мама, которая всё знает, которая мне скажет, как надо. Скорее всего, да, предполагаю, что было вот так. Я про то, что, опять же, у него есть понимание, что любовь и внимание женщины нужно заслужить, потому что он уже изначально глупенький, да, что нужно как-то себя проявлять, нужно что-то делать, нужно всячески производить впечатление, нужно там с бубенцами бегать, прыгать, то есть обслуживать, как мы уже сказали, желание потенциальной женщины, которая на него обратила внимание, да, то есть его понимание где-то, может быть, даже снизошла. И, опять же, то есть те, кто будет пересматривать записи, очень важно понимать, что вот эти вот фразы глупенький, глупенькая, недостойная, непонимающая, то есть это один из показателей абьюзивных отношений, где мужчина либо женщина вас унижает, но унижает, вот так назовём, в кавычках, грамотно, да, то есть не в лоб, а как бы условно через заботу. Но вы должны понимать, что вот эти вот фразы глупенькая, не вяшливый, какие ещё есть... Дурачок ты мой. Да, давно не был абьюзером, поэтому не знаю такие фразы. Что-то, что... Давно не был. Да, что-то, что унижает ваше достоинство, может быть, даже вот так вот, через заботу, то есть это показатель абьюза, направленный в вашу сторону. То есть это такая агрессия, это такой сарказм, это такое высмеивание вас, то есть показатель того, что как бы я лучше тебя, но я это делаю так мягко, так ненавязчиво. Ну, то есть часто это всё-таки чаще проявляется со стороны мужчин по отношению к женщинам, да. Вот опять же, как бы такая некая отцовская забота. Но и со стороны женщины это тоже может звучать, и для вас это должен быть такой маячок, такая лампочка, которая показывает, что в этих отношениях, либо в человеке что-то не так. И, возможно, дальше вас будут всё больше и сильнее ломать, то есть вот это глупенький, потом в конце придёт козёл, сволочь, негодяй, скотина, идиот, да, то есть это был глупенький, и потом ты вырастаешь как до идиота, скажем так. Поэтому это тоже очень показательно для понимания и как строить отношения. Это как бы выстраивается иерархия, где я выше, и я лучше знаю, кто ты, какой ты, я больше тебя, я умнее тебя, и я лучше знаю, какой ты. Такая иерархия выстраивается не горизонтально, а не мужчина-женщина вот так вот, а кто-то становится сверху, и сверху говорит, я знаю, какой ты, я знаю, как правильно. Но опять же, это, скажем так, позиция, если мы берём, условно, эго-состояние по Бёрну, то есть это состояние взрослый и ребёнок, в смысле родитель-ребёнок. То есть это один находится в позиции родителя, другой находится в позиции ребёнка, и родитель ему через фразы «надо», «должен», «обязан» показывает, как себя вести. То есть, опять же, иерархия выстраивается вот в таком ключе. То есть, ну, допустим, на мой взгляд, как отреагировал бы взрослый человек, он бы сказал, то есть мне неприятны такие слова, то есть, ну, то есть, не знаю, там, потому что это постепенно, как я уже сказал, то есть приводит к чему-то более важному, и человек иногда прощупывает. А если вот я назову глупенькое, ничего человек не скажет? То есть, если человек промолчал, он такой, ага, то есть дальше можно что-то посерьёзнее сказать. Поэтому это тоже очень важно понимать. Двигаемся дальше, и тут Женя всё-таки решает пойти в баню с друзьями, поделиться с ними, что он собирается сделать предложение. Ну, как он сказал, то есть я женюсь, да, то есть как бы он тоже здесь уже принял решение, то есть как бы, ну, в его понимании уже всё решено, что другого, так сказать, пути нет. То есть он уже всем говорит, что я, типа, я женюсь, ребятам, и маме я женюсь, там, и ребята я женюсь, да. Давай немножко посмотрим на Евгения через призму его друзей и его взаимоотношения с друзьями. А я что-то вот не помню, что там такое было с друзьями. У меня, потому что другой, про вот эту поход в баню, у меня там другое видение этой истории, а вот что-то как-то я упустил из виду их отношения. По-моему, там всё нормально было. Ну, единственное, что они давай его там спаивать, давай вот за Галю, давай что-то там за это. Но я глубоко убеждён, что он их, условно говоря, смотивировал это сделать. Потому что, да, опять же, умом Евгений, он понимал, что ему нужно жениться. И он понимал, что ему надо это сделать. Два года уже он с этой девушкой встречается. Да, и она уже там уже максимально там его подвела к этому. И он шёл на её вот эти манипуляции, был готов, да, уже сделать ей предложение. Но вот это вот очень чётко, вот эта ситуация очень классно показывает, что он вот напился. Эта ситуация очень классно показывает, как на самом деле наше бессознательное управляет нами. То есть умом он прекрасно понимает, что ему нужно сделать сегодня предложение, что всё, надо уже жениться, уже вот как бы всё. Но бессознательно он не хочет совершенно жениться. Бессознательно он совершенно хочет жить с мамой, как маленький мальчик, и чтоб мама его любила, обожала и заботилась о нём, говорила, как ему жить, и какой-то у меня дурачочек. И бессознательно… То есть вот представь, да, мужик, у тебя сейчас, а будет к тебе придёт твоя невеста, ты будешь сейчас ей делать предложение, ты будешь вместе с ней сейчас справлять Новый год. Это такое серьёзное, ответственное мероприятие, да? Но при этом ты идёшь и напиваешься в дребаган. Случайность ли? Я, кстати, заметил, там была в конце фраза «Олкот мамы», она сказала, «Ты опять сбежал в Ленинград». А он же рассказывал Галине, что до этого он хотел сделать девушке предложение, и в последний момент, когда вот это ещё разговор первый был, он там ей говорит, что «Ну я от неё убежал в Ленинград». От первой своей жизни. Потому что, опять же, вот это вот, как ты сказал, это подсознательное нежелание, оно, человек притягивает события, и как бы себя снимает ответственность. Опять же, вот показатель инфантилизма. То есть это не я, это так сложилось, это вот друзья меня отправили в Ленинград, к этому перейдём. Как бы вы случайно всё получили? Да, я-то очень хочу, вот вы честно. Но для меня вот здесь, опять же, их диалог в бане был показателем того, что он не может вообще отказать, вот это у него, скажем так, где-то отчасти подчинённая позиция, то есть даже с друзьями. И он дальше говорит, да я вообще не пью, то есть вообще я не пью, либо Байкал, либо воду, либо кефир. Тогда остаёт вопрос, то есть то, что мы обсуждали в фильме «Москва слезам не верит», «Зачем ты поддаёшься, если я не пью, меня друзья не заставят». Словами «Ты нас уважаешь, давай за взятие вестиле». То есть если я не хочу, я не буду этого делать. Кто бы не просил, хоть Папа Римский, не знаю, хоть кто угодно. То есть меня очень сложно заставить. И если бы он действительно не боялся бы отказать друзьям, он бы сказал, то есть я не пью. Ну, в смысле, давайте на свадьбе попьём, либо там ещё как-то. Ну, это опять же такой мой взгляд. То есть одна часть, как ты сказал, то есть подсознательно хотел напиться, потому что не хотел жениться на Гале. Но с другой стороны, то есть я проследил, что у него как бы и с друзьями такое немножко заискивающее, на мой взгляд, положение. В том числе, я думаю, из-за того, что они сказали, «Ты женишься, последний из нас». Я думаю, даже вот этот факт, его сравнение с друзьями, что, как сказать, все друзья, там была фраза, что ты женишься, последний из нас, как будто вот он себя сравнивает. Опять же, если взять, что у него неадекватная самооценка, он сравнивает с друзьями, в том числе, что они все женаты, а я как бы вот опаздываю. И, наверное, это тоже является некой такой подталкивающей мотивацией, неадекватной мотивацией, вроде как бы и социум. То есть, наверное, друзья, это отчасти влияние социума. Они не напрямую ему говорят, что тебе как бы надо, но, опять же, показывают, что мы-то уже женаты и, смотри, то есть, в принципе, можем пойти и напиться, и в баню, и вообще, то есть, наша жизнь никак не меняется. И, соответственно, то есть он, ну, это мой такой взгляд, это то, что я отследил его взаимоотношения с друзьями. Как ты сказал, что, как бы, если бы он не хотел, он бы и не напился и сказал бы, ребят, я вас очень сильно люблю, но у меня сегодня предложение, я не могу обидеть любимого человека, незаметно, мне там нужно заехать купить цветы, конфеты, ну, что, то же самое кольцо, опять же, не было показано, что у него кольцо есть, да, как он собирался делать предложение. Ну, в Союз, какие там кольца, там не было. Ну, вообще, то есть, не было показано, то есть, как он собирается сделать предложение, то есть, может быть, это опять же такое, что сказать, ну, выходи, согласна, все. Поэтому, может быть, опять же, обесценивание какого-то вот такого важного факта в жизни. Ну, это я так предполагаю. Ну, и, соответственно, все напиваются, едут провожать, не помню, кого они там ехали провожать. Павлика, Павлика. Я не запомнил их там, друзья. Причем там, условно, по бутылкам они выпили очень много. И в бане, и пиво, водка, коньяк. Потом они, когда сидели в зале ожидания, там был коньяк, пиво тоже. Все, чего, скажем так, не было. Ну, и, соответственно, как бы волею судеб он отправляется в Ленинград. И оказывается, в квартире у Нади. И вот основная завязка конфликта, либо знакомства, либо влюбленности, да, кто-то назовет. Галя и Женя. Ой, в смысле, Надя и Женя. Что ты там говоришь? Тоже, Надя, очень сильно удивила. Потому что, ну вот, представь, женщина приходит домой, у нее в кровати лежит мужик. Ну вот, что бы сделала бы зрелая, адекватная женщина? Мне кажется, она бы вызвала бы полицию. Или позвонила бы своему парню, какому, какому, ипполиту, или еще что-нибудь. Ну вот, как-то бы, но не стала бы сама одна будить мужика, что она такая прям слишком уверенная в себе. Я вот, как, ну так, в Советском Союзе, были такие женщины, которые спокойно мужика... Ну, то она не производит впечатление вот этой вот гром-бабы, которая может, ну, мужика расподнять и выкинуть из квартиры, да. Она на первый взгляд выглядит очень такой вот, очень женственной, да, очень такой слабой. И при этом она пытается, там, что-то как-то этого мужика не звонит ни своему парню, ни в полицию, ни маму не зовет, ни на помощь соседей не зовет. А она начинает там что-то, там, с ним враждовать, ну, какой-то вам типа, что-то конфликта. Ну, такое, тоже вот прям четко показывается, какой детский ребенок, да. Вот ребенок бы начал бы что-то там пытаться делать, да, как-то участвовал бы в этой истории, с ним диалог выстраивал. А взрослая бы, ну, женщина, она, мне кажется, бы позвала бы на помощь, но нет, она никого на помощь не позвала. Меня это очень сильно, конечно, удивила ее позиция. Да, но здесь, наверное, больше, более адекватно провела себя мама ее, когда она увидела, она закрыла все двери. И, по-моему, то ли позвонила ей, то ли, то есть она сначала так технично отходила, отходила, говорит, не подходите, не подходите, закрыла одну дверь, закрыла вторую дверь. То есть его, как бы, назовем так, обездвижила, да, то есть и уже дожидалась приезда, я так понял, что Наде. Поэтому, то есть мама, она более адекватная, чем дочка, она такая, не какой-то странный мужик. Хотя тоже, да, что Надя может сделать. Надя полицейская, Надя какая-то там супер-женщина какая-то, ну, тоже, тоже, знаешь, непонятно, да, почему она Надю ждала, почему она не вызвала полицию, да, то же самое. Это тоже большой вопрос. Не позвала какого-нибудь соседа-мужика, чтобы он его выкинул с квартиры. Ну да, здесь, опять же, на мой взгляд, показан и ее инфантилизм, да, то есть, опять же, как вот это вот, наверное, где-то интерес вот этот, да, то есть что-то непонятное. Я думаю, что в том числе показывает ее отношение с Ипполитом, да, что если бы, опять же, как ты говоришь, что все было адекватно, она бы позвонила, сказала, милый тут какой-то мужик, не знаю, там, вызови полицию, либо там приедь сам, нужно как-то эту ситуацию решать, я, допустим, там, подружек подожду, что-то предприму. То есть это бы сделал здоровый человек, то есть на этом, в принципе, фильм закончился, да, то есть титры, конец, спасибо за внимание, и Лукашин, следующая серия, он с тюрьмы, там, встречается с Галей или с Надей, не знаю. Галя ему приносит передачку. Да, и опять же, говорит, ну что ж ты мой такой дурачок, попал в тюрьму, да, ну что ж ты поехал-то сюда? И послушал нас с мамой, да. Да, здесь опять же происходит завязка, опять же, показывающая, на мой взгляд, Надю, да, потому что Женя, ну, можно сказать, какие-то его поведения, она неадекватная, потому что алкогольное объединение, да, но Надя, она, как бы, вот, знаешь, как такой ребенок, которому и интересно, и страшно, и, наверное, вот этот вот некий такой страх, ну, то есть некая такая патология, то есть страсть через страх, да, вот, как сказать, испугаться, чтобы влюбиться. Ну, то есть это у меня такая появилась метафора, что, вот, как бы, ей интересно, кто это, что это, узнать, и вот такое, вот, как бы, ближе дальше, да, вот такое метание, которое, наверное, ей доставляет какое-то удовольствие, да. У нее, да, вот, прям вот, как будто такое детское любопытство и какая-то, какая-то, но увидела родственную душу, что он, вот этот вот ребенок с мамой живет, что она, вот этот вот ребенок взрослый с мамой живет. Вот они, вот, как родственные две души, увидели друг друга и пошли вместе, знаешь, вот, как два ребенка встретились, увидели общее что-то, пошли вместе в песочницу играть, пошли вместе в песочнице, и вот они там вдвоем устроили, потому что, ну, вот сколько в этом фильме героев, да, все незамужние, кроме его друзей, не женаты, незамужние, и все, кроме Гали, на самом деле, они вот в каких-то там полуотношениях, но на самом деле они все не хотят создать семью, они на самом деле совершенно, никто не готов ни создать семью, ни рожать детей, ни, что ни, ни Надя, ни Полит, на самом деле, не готовы создавать семью. То есть они тоже больше встречаются из того, что надо, из-за того, что вот обществом не принято одиночке, что это такое, вот они, а хотя им уже там тоже там очень много лет, особенно и Политу там вообще прям прилично, он там взрослый, непонятно, да, были ли у него там браки до нее, непонятно, но судя по его характеру, я не удивлюсь, если он всю жизнь был одинокий, ну, им, потому что когда он пришел и он увидел мужика в квартире своей девушки, невесты, да, и она там, чтобы там пыталась ему объяснить, он не на него набросился, не на мужика, который пришел в дом к своей, где женщине, а он на нее набросился, потому что ему, он, о, классно, повод на нее наехать, да, меня это вообще удивило, я думал, он там, там, может, ему будет бить, какой-то мужик пришел к моей девушке, нет, он на нее при нем начал наезжать, это было очень весело. Ну да, там у него тоже, он для меня открылся совсем по-другому, то есть я почему-то до этого думал, что он самый адекватный, а тут я понял, что у Ипполита там хватает своих тараканов и в голове, и в других местах. Он тоже, на самом деле, не хочет, он тоже понимает, что ему нужно якобы жениться, ему нужны вот эти, как бы, отношения, потому что, скорее всего, что-то там тоже общество, да, типа, почему ты не женат, почему не, и он из этого, как бы, создаёт какие-то отношения, но в глубине души, ему женщина вообще нафиг не нужна, ему надо вот кого-то винить, кого-то обвинять, о том, что какие все плохие, особенно женщины, я вот уверен, что у него что-то там к женщинам, типа, женщины плохие, потому что, что в первую очередь у него, какая реакция была, ты плохая. Ну да, ты проститутка и, соответственно, то есть, да, кто-то у тебя дома. Ну да, я не помню, что он ей говорил, но что-то там, я помню, что он на неё прямо наехал, я вообще офигел. Ну да, то есть, появление его, то есть, достаточно очень странное, она долго пыталась, опять же, я думаю, что, в том числе, он показывается, ну, мне показалось таким отчасти деспотом, да, то есть, она, и дальше выясняется, что он достаточно ревнивый, да, то есть, наверное, даже патологически ревнивый, и она, то есть, дальше попросила, говорит, только, пожалуйста, не будь таким ревнивым, да, то есть, и, возможно, вот этот страх сказать ему, то есть, и почему она отчасти не позвонила ему, потому что она, ну, то есть, была уверена, что он себя так поведёт, да, то есть, он опять начнёт её обвинять, он начнёт её выставлять. Ну, честные какие-то, неоткрытые между ними отношениями, да, когда вот настоящая вот эта вот, ну, назовём это любовь, да, как бы люди друг перед другом не скрывают, они показывают, вот я такая и есть, не пытаются строить из себя кого-то, а она вот как бы немножко, вот как будто бы строила себя другую и перед ним показывала, вот неискренние отношения. Я сейчас на минутку отойду. Да, да, да. Ну, я пока буду рассказывать о появлении Ипполита в фильме, да, то есть, мы помним, что Надя продолжает выяснять отношения с Женей, и тут приходит Ипполит, который собирался провести время и Новый год с Надеждой, и он понимает, что дарит ей подарок, и понимает, что дома находится какой-то чужой мужчина, и, как Сергей уже сказал, то есть, начинает накидываться не на мужика, а начинает выяснять отношения с Надей, выставляя. Я так понимаю, что мне он вообще показал такой где-то отчасти психопат, потому что ему вот нужна какая-то рядом жертва, так как ты сказал, которую нужно обвинять, винить, опять же убеждать себя, что женщины, они такие, дальше он не скажет, что она непутевая, она непонятная, да, то есть, я не помню, там, какие-то словами было, но здесь очень показательно, что он накидывается на женщину, да, просто обрисуем, как вот повел бы себя адекватный мужчина, да, то есть, либо, ну, то есть, не факт, что он устраивал бы скандалы, но один вариант, допустим, он бы выяснил, то есть, кто это такой, да, то есть, выставил его за дверь, то есть, ну, не знаю, там, если нужна была помощь полиции, то есть, он обратился бы в полицию, в милицию, то есть, как-то решил бы это. Он бы решил этот вопрос, он бы сам на себя взял бы решение этой вопроса, он бы его увез в аэропорт, на вокзал, посадил бы на поезд, на самолет, он бы его отправил, он взял бы на себя решение этой проблемы, да, может быть, он бы не набил бы морду, может быть, он действительно поверил, что, ну, действительно, так произошел абсурд, но он бы этот вопрос решил, но он не стал решать этот вопрос, а он стал наезжать на Дюнаде. Да. Но здесь, опять же, очень важно, что не обязательно, допустим, мужчина во взрослой позиции начал бы выяснять отношения и там устроил бы, условно, поножовщину, да, то есть, как бы сказать, он бы выяснил, что происходит, то есть, ну, адекватно, да, то есть, подошел бы к ситуации, выслушал одного другого, то есть, и уже, как бы, ну, как ты сказал, то есть, принял бы ответственность на себя и уже решал бы, что с этим делать. А здесь мне показалось, что как будто он, Надя такой, ну, и решай сама, что с ним делать, да, то есть, решай сама, то есть, вот ты, как бы, заварила эту кашу, сама и расклёбывай, по-моему, где-то и там дальше и сказал, что, типа, это ты его впустила, вот теперь и разбирайся с ним. Поэтому его появление тоже очень показательно и на меня ещё произвело впечатление, по-моему, здесь он ей дарит дорогие французские духи, да, то есть, опять же, как, ну, показать, вот, очень похоже с Галей, да, что там просто она показывает своим поведением, что я выше тебя, а здесь он показывает ей, смотри, какое счастье ты обрела, какой я молодец, мне нужно ценить, меня нужно любить, меня нужно уважать, там, где-то, наверное, даже в ножки кланяется, ну, то есть, это у меня сложилось такое впечатление, и здесь она, по-моему, здесь или дальше дарит ему бритву, я не помню уже, там, много, как ты сказал, то есть, уходили-приходили, то есть, где там по хронологии были моменты, по-моему, когда он пришёл, они его, а, да, он ушёл, да, то есть, он ушёл и там скакал на улице, если не ошибаюсь. Я просто помню потом момент был такой, что потом этот Женя брился, и он такой пришёл, чуть-чуть он бриться моей бритвой, что-то такой момент был. Нет, это уже было дальше, да, то есть, по-моему, вот первый момент, то есть, они всё-таки их выяснили, она его выгнала, он ушёл, потом понял, что у него нет денег, и он вернулся, и здесь как раз был вот этот диалог Ипполита с Надей, когда он ей сказал, то есть, ты не путёвая, ты заметила, почему он у тебя появился? Она говорит, почему? Он говорит, ну, потому что ты не путёвая, то есть, ты, как он сказать, что-то, типа, безалаберное, ну, вот, опять же, он показал, что ты инфантильная, то есть, те же самые слова, то есть, ты дурочка, просто по-другому, он говорит, вот у меня дома, он бы не появился, то есть, опять же, показатель того, что я-то выше тебя, я-то лучше тебя, я-то лучше знаю, что тебе надо, то есть, вот эти вот, скажем так, условно, образы Галии и Ипполита, то есть, здесь они похожи, да, то есть, как бы, и тот, и другой, как ты сказал, то есть, То есть они проецируют плюс-минус одно и то же, и, наверное, вот на чем Галя, Надя и Женя сошлись, да, потому что они в похожих находились, условно скажем так, в условиях. И вроде, наверное, здесь как бы, как ты сказал, то есть Ипполит тоже понимал, что вроде как бы уже надо, да, а там Женя понимал, что вроде бы как бы уже надо. Да, но для меня еще было очень интересно, почему, ну, как сказать, ладно, Женя пригласил Галю к себе, почему Ипполит решил-то встречать Новый год у Надя. Для меня вот эта вот ситуация была до конца так и непонятная. Может быть, по сюжету, но сам факт, что мужчина приходит к женщине, это такая интересная составляющая. Может быть, как бы там мама, все это был рядом с мамой, это культурно, интеллигентно, либо мужчина одинокий приглашает женщину к себе, либо там он приходит к женщине, но там еще есть мама, там как бы это может выглядеть как бы в советской власти, да, вот этот в Советский Союз, да, это прилично себя вести, вот там была этика поведения, может быть, наш, из-за этого. Но как бы здесь очень важно еще, я думаю, что сказать, что очень многие, если женщина инфантильная, они вот, ну, вот я вот такая вот девочка, я хочу к мужчине на коленке, но вот я такая. И вот эта вот ситуация, она вот очень хорошо показывает, что если женщина ведет себя вот как девочка, да, вот такая вот она там, Надя, она такая вечно виноватая, вечно такая вот такая инфантильная. И вот таких женщин очень любят вот эти вот мужики, которым нужно кого-то шкнить, да, кого-то нужно вот говорить, что ты глупая женщина. А кого? Физологически зрелую, она же пошлет в ответ. А вот таких вот девочек, вот они вот как вот мухи на лед, пчелы на мед, мухи на другое летят, да, пчелы на мед, да, прям привлекают себе вот этих вот мужиков, которым нужно кого-то, нужна женщина, которой нужно понять, что она глупая, допустим. И вот эти инфантильные девочки, они идеально для этих целей подходят. Да, поэтому здесь очень важно понимать, как мы уже сказали до этого, что как люди перетягивают людей, да, то есть на чем это у них основано. Опять же, можно предположить, скажем так, что она выросла без отца, да, то есть, ну, там, опять же, не показано, где ее отец, она также живет с мамой. Может быть, бывает такое, что, ну, часть вот это как некая тоже тревожность может показывать на то, что там, либо отец постоянно приезжал и уезжал, то есть, либо не принимал участие в воспитании девочки, и у нее четко не сложилось впечатление, то есть, понимание, как мужчина должен вести себя по отношению к дочке, да, то есть к дочери. Либо он, опять же, вез тебя так вот, как в случае с Женей мама, то есть, может быть, он так же, ты моя глупенькая, ты ничего не понимаешь, вообще ничего не лезь, ничего не делай, мы все за тебя решим, условно, скажем, за кого выходить замуж, куда поступать и как вообще жить. Возможно, и такое, то есть, почему у Нади сложилось такое восприятие, скажем так, в действительности, да, потому что были некие условия, в которых она росла, и, то есть, это происходит не случайно, да, то есть, опять же, через воспитание. Потому что, если вот так посмотреть маму Нади, да, она отличается от мамы Жени, вот если мама Жени, вот она ему так вот прям постоянно посылала такой, ну ты мой дурачок, маленький сыночек, да, а мама Нади, она вот как бы не такая, не такая, она, да, вот опять же, она закрыла и ждала ее, да, Надя уже ждала, то есть, там, скорее всего, вот именно несепарированность это произошла, что-то как-то, вот я с тобой соглашусь, что там какой-то вопрос с папой. Да, да, ну мне тоже показалось, что это может быть в силу того, что вот было такое некое воспитание, восприятие мужчин через призму, в том числе папы. Ну, дальше там ничего особо интересного нет, то есть, там вот этот, то один уходит, то другой уходит, то там появляется, то есть, они начинают где-то там выяснять отношения, там, где-то даже там друг друга валят, начинают драться. Но мне, на меня что произвело впечатление, как меняется Женя, то есть, он, что мы часто рассказываем, что человек может вести себя в нашем поле не так, как ему свойственно, а так, как требует другой человек, да. И мне показалось, что он где-то начинает себя вести, как Ипполит. Он говорит, блин, такое ощущение, что какая-то сила проснулась. Я чувствую себя по-другому. Помнишь этот момент? И она говорит, ты ведешь себя неадекватно. Ну, в смысле, он начинает ее где-то унижать, он начинает ее упирать, он начинает ее строить, как Ипполит. Он показывает то, что ему не свойственно, но как будто то, чего ждет Надя, да, то есть, он вживается вот в эту ее потребность, я не знаю, как психологически правильно это называется. Он меняется, он говорит, такое ощущение, как будто я раньше, она говорит, боялась, он такой, нет, я раньше не мог это позволить, а вот сейчас как бы я чувствую вот эту силу. И я такой, ага, понятно, и он начинает там, говорит, можно я выкину его фото, можно я его порву, он говорит, типа, я никуда не пойду, я буду сидеть здесь, я буду есть, что хочу, я буду вести себя, как хочу. Вот это его трансформация, я такой, ого, как поменялся человек от вот этого инфантильного, слабого, забитого, зашуганного, да, то есть, как вот здесь даже где-то ее потребность, то есть, ну, которое она могла воспринимать как некую силу и то, что ей нужно, да, то, что ей нужна вот эта власть, ее нужно где-то упирать, где-то вот это вот, показывать ее место, и он здесь начинает показывать ей то же самое. Она говорит... Ну, видишь, он не мог проявить агрессию при маме, он не мог проявить агрессию при Гале, а тут он увидел женщину, которая, рядом с которой проявить вот эту вот мальчишескую агрессию, как сказать, не экологично, а безопасно, он может вот это вот свое озорство мальчуковское проявлять здесь, и ему здесь за это не будет. Рядом такая же девчонка, которая не даст ему сдачи, вот это у него пошло, появилось разрешение на агрессию. Да, 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 ну, опять же, то есть, я, у меня что-то звалось, что как будто бы это тоже отчасти ее потребность, да, то есть, она, если притягивает, таких мужчин, как Ипполит, который ей говорит, что ты дурочка, то Женя начинает постепенно вживаться в эту же самую роль, да, и давать ей то, что хочет она. Почему вот мы с тобой как-то обсуждали на многих эфирах и приличных сессиях, что иногда люди ведут рядом с нами себя неадекватно, потому что они такие, а потому что у нас есть некая потребность, и нам нужно эту потребность увидеть в другом человеке. Поэтому очень важно работать над собой, работать в терапии, либо там самостоятельно, чтобы эти вещи тоже в себе отслеживать. Чего мы ждем от другого человека? Иногда другой человек, допустим, ну, как бы повел себя, опять же, зрелый, здоровый психологический человек во взрослой позиции? А он бы сказал, так, мне это неприятно, я не позволю тебе себя так вести в моем, тем более, доме, ты переходишь границы, ты можешь продолжать, ну, допустим, я уйду, либо вызову, опять же, полицию, либо там не могу сама с тобой справиться, то есть попрошу там друзей, подруг, то есть кого-то, то есть если у самой нет возможности, то есть как-то я решу этот вопрос. Опять же, принять ответственность на себя, не позволение унижать, где-то проявлять вот эту мачизм, не знаю, какую-то агрессию по отношению к ней. А он прям вот, ну, там, буквально несколько минут по сценарию, по фильму, да, но он прям резко так поменялся, и вот, вот точно была фраза, я раньше себе этого не мог позволить, а сейчас как будто я это в себе чувствую. И начинает, я не помню, как там с словами она сказала, говорит, ну, ты ведешь себя, ну, по-ханжеской, что-то, что-то такого. И вот здесь какая-то трансформация его, и то, что он говорит, что я никуда не уйду, я останусь у тебя, а потом вот как будто, знаешь, вот такой, интересно, как будто вот показатель тревожно-избегающего типа, то есть он где-то тревожный, да, а где-то он такой избегающий, да, то есть я вот сейчас уйду, чтобы ты пострадал, а потом вернусь к тебе, и очень интересно, что там были моменты, когда он говорит, что, а если поезда не будет, я могу остаться, а если этот, я могу, да, а я не хочу никуда уходить. Вот как будто он метается из вот этой, из одной позиции в другую, да, как бы он вроде показывает свою агрессию, а потом говорит, ну, пожалуйста, да, вот как будто вот есть вот это вот такое, там, спой, либо точно. То есть, опять же, отчасти он где-то ее, а, а, там был момент, когда она говорит, а вы же похвалили мою заливную рыбу, он говорит, а я, как же он сказал, он сказал, я подхалимичу, подхалимичу, что-то типа такого, не помнишь? Что-то, вот, блин, я, видать, промотал этот момент. То есть, да, там будет, вот, опять же, то есть я очень внимательно слушал слова, и он сказал, то есть, говорит, нет, 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 это не заливная рыба, ты же помнишь, что он ее на протяжении всего фильма говорил, что она не умеет готовить? Она говорит, ну, вы же похвалили меня. Он говорит, а я умею подхалимичать. И, то есть, он так в поиск сказал, то есть, как бы он ее обесценил, сказал, что так заливная рыба не готовится. Она его спросила, так будешь сказать другое? Он говорит, а я могу переобуваться, условно, да, переводя на наш жаргон. Он говорит, я могу сказать одно, потом сказать тебе другое. При Ипполиту, опять же, то есть, если нужно выделиться, он Ипполиту сказал, типа, ты ее не ценишь, она такая классная, такая замечательная и вкусно готовит. И вообще такая золото, опять же, как бы, чтобы перетянуть одеяло на себя, показать ей, смотри, какой я, да, то есть, Ипполит тебя. Вот это, опять же, очень показательно в отношениях, в том числе взаимодействия мужчин, да, то есть, я говорю, что если мужчина ведется, опять же, на эти игры, потому что часто бывает, что женщина провоцирует мужчину на ревность, да, то есть, адекватный мужчина скажет, допустим, там, ну, в нужной ситуации он защитит женщину, либо как там обстоят ее интересы, но если он видит, что женщина им манипулирует, да, то есть, взрослый мужчина скажет, со мной так нельзя. То есть, он не будет втягиваться в эти игры, да, где-то там показать свою значимость, где-то с кем-то соревноваться, а вот здесь вот опять же такая, где-то мальчишеская, да, то есть, они соревнуются за ее внимание, да, то есть, почему, опять же, Ипполита цепляет, что когда, то есть, он же понимает, что если сейчас вернусь опять и там лапши в уши налью, то есть, я знаю, как с ней себя вести, но он приходит и каждый раз женят там, и он понимает, что ломаются вот эти вот возможности ее посадить на крючок, вот я думаю, что его отчасти вот это тоже заводит и вызывает в нем вот эту агрессию, опять же, вот показательный момент, когда он садится в машину и начинает там гонять, помнишь, да, там по льду, и последняя сцена, он там врезается в стену и его засыпает снегом, то есть, опять же, это показатель того, что это неадекватная психологическая позиция, да, то есть, ну, допустим, взрослый человек, то есть, сказал бы, да, такое может быть, да, допустим, мы поругались, либо мы можем потом вернуться к этому позже, либо, то есть, ну, если не получается, сейчас выяснить, но я не буду там, то есть, у него еще и суицидальные наклонности, то есть, по фильму, то есть, это один из показателей того, что это человек неадекватный, да, И такие, опять же, мужчины в обычной жизни могут манипулировать женщинами и сказать, что если ты уйдешь, я порежу себе вены, я без тебя жить не могу, на кого ты меня оставишь. И часто женщины живут с такими мужчинами, с теми же словами, на кого я его оставлю. Он же без меня пропадет, он же без меня сопьется, он же без меня с крыши кинется. Здесь полный набор. Он и проявил свои суицидальные наклонности, плюс он еще набухался, показал свою другую грань. Она говорит, я никогда тебя таким не видел. То есть, психологически взрослый человек так бы себя не вел. Он сказал, да, случилась ситуация, да, плохо, возможно, на этом отношения закончатся, неприятно, некомфортно, где-то даже больно и обидно, но глобально это на жизнь никак не влияет. Почему только стоит его этот поход в душу в одежде. Да. Но там, опять же, были многие такие демонстративные вещи. То есть, где-то он, на мой взгляд, подал эту детскую позицию пытался вызвать условно к ее чувстве вины и к ее совести. И вот всячески пытался, опять же, ее вернуть. И потом он, вроде как сказать, и адекватно им сказал, что там за одну ночь не строится, за одну ночь разрушается. Что-то такое там было, да? Какая-то фраза. И уже когда в конце она говорит, да, возможно, Яполит прав в том, что у нас ничего не получится. Сами. И помнишь, что Евгений сказал? Говорит, ты что, с ума сошла, что ли? Что это такое? Он говорит, ты с ума сошла? То есть, там действительно была фраза, ты с ума сошла? Он говорит, ну типа, что ты несешь? Ну типа. То есть, там очень было много таких моментов. То есть, их настолько много, что я не все запоминал. Потому что там манипуляция за манипуляцией, там, скажем так, подстрекательство за подстрекательством. И вот это вот полный набор какой-то, как я понимаю тебя, то, что сказал, что надорвал мою психику. Потому что в какой-то момент ты уже думаешь, блин, зачем мне следить? Это какой-то полный такой субнабор каких-то расстройств, каких-то неврозов, психозов. Ты такой думаешь, аааа, у меня сейчас голова лопнет. То есть, когда ты смотришь не как такое творческое произведение, а когда именно, то есть, с точки зрения анализа. То есть, ты понимаешь. Но, опять же, там самые адекватные были друзья. Что у одних, что у других. Причем, опять же, появились девочки. И то, что я не отслеживал до этого, они сказали, мы мужей оставили на улице. Помнишь? Они тоже замужем. То есть, его друзья женаты, ее подруги уже замужем. Ну и понятно, что они в гости ходят с мужьями. То есть, просто, может быть, мужья остались там внизу, где-то курят, не знаю, там, выпивают, отмечают. Они поднялись к ней, чтобы поздравить. Они шли, я думаю, что и Полита смотреть, оценивать. Это же женский коллектив. Надо же оценить мужика. Да. Но здесь тоже было интересно, как будто и для нее важна вот эта оценка, да. То есть, вот это вот. Когда человек, скажем так, у него нет своей устойчивой самооценки, то есть, неустойчивая психика, ему важно, чтобы похвалила там мама, папа, подруги, на работе оценили. Потому что, помнишь, там тоже было... Она, честно сказать, но она стала им врать, что это и Полит. Да. Потому что, опять же, сказать, что мы поругались с Иполитом и признать свою где-то, на мой взгляд, несостоятельность, сказать, что так получилось, да. То есть, вот для нее, ну, я это больше отследил, как с позиции стыдно, неуютно, непонятно, ну, то есть, как будто они это не оценят, как будто они это осудят. И что самое интересное, опять же, вот, возвращаясь к «Москва слезам не верит», когда, помнишь, хвалили этого Гена, он же Гоша, да, и в конце друзья начинают нахваливать Нади, да, Женю. Он у нас такой, он у нас вот прям... То есть, опять же, показатель того, что как будто, то есть, ну, если... Ну, мне, конечно, важна похвала моих друзей, знакомых, приятелей, но у меня нет в этом ценности. Ну, как бы, такой прям гипернеобходимости, да. То есть, и, ну, если меня хвалят, это хорошо. Но здесь как будто показано, что он сам в это, опять же, по началу фильма, он сам не понимает, за что женщины его могут любить, и здесь он показывает, то есть, через друзей, да, то есть, вот в фильме показано, что вот, смотрите, какой он положительный, классный, чудесный. Еще подумал, то есть, что я хотел бы с тобой обсудить. На меня очень произвело впечатление, то есть, этот фильм можно обсуждать часами, там, на цитаты разбирать, потому что там и песни подобраны так, и цитаты подобраны так, и... Но на меня произвело впечатление, как ты думаешь, почему выбрали ему профессию хирурга? Он хирург там? Да, он врач-хирург, а она учитель, по-моему, начальных классов. Не знаю. Мы же знаем, что все-таки у нас в хирургии идут люди с психопатологией, назовем так. Да, психопатичные обычно в хирургии идут люди, потому что там важно хладнокровие, да, кровь, вот там человек может, да, руки, логи сломаны, да, органы там сшиваешь. В хирургии обычно идут такие люди с хладнокровностью, да, которые не будут истерить каждый раз, когда видят кровь, мясо или что-нибудь в этом роде. Но он с его инфантильностью хирург, ну не знаю... Да, на меня это тоже произвело впечатление, то есть, ну, я думаю, интересно, почему ему, да, то есть, его образ вообще не сходится с образом хирурга, да, то есть, который должен, как ты сказал, быть хладнокровным, где-то неэмоциональным, где-то неэпатичным, потому что, опять же, мы разбирали, что люди с, как он правильно называется, психическое расстройство, да, то есть, либо психический... Психопатия. Да, психопатия, то есть, это не говорит о том, что это плохо. То есть, допустим, человек может идти, не знаю, там, условно, наносить вред на улицы, то есть, либо направить в мирное русло, пойти либо там работать патологоанатомом, либо там, как мы сказали, вот хирургом, то есть, проявлять себя в этом плане, да, то есть, это будет направлено, скажем так, в здоровое русло. Поэтому... Познают яркие характеристики психопата, это хладнокровность и не импульсивность, они не взрываются, да, вот как... Поэтому из них хорошие хирурги получаются. Ну да, и, то есть, опять же, кто-то может это воспринять, что мы где-то приводим примеры каких-то типов личности, что это может проявляться как плохо, то есть, это может проявляться как в негативном ключе, так и в позитивном. Любой человек, любая психика, любой психотип, любой, скажем так, архетип, то есть, это может проявляться как в плюсе, так и в минусе. Опять же, что человек выбирает, да, как мы вот разбирали, либо он идет с такими наклонностями либо в бандитизм, либо в правоохранительные органы, да, то есть, реализуя ту же самую какую-то либо военную специфику, то есть, реализуя свою потребность там где-то гравки какой-то, допустим, дисциплине, вот какого-то объединения. Да, у них потребность во власти еще есть. Да, поэтому здесь я прям удивился, то есть, понятно, что она учительница, она где-то такая мягкая, где-то такая, может быть, даже в силу того… А ты знаешь, что ли, как бы, учительница? Вот, чтобы понимать, учитель – это тот человек, который… его основная работа – находить ошибки. Вот, представь, это человек, который заточен на то, чтобы находить ошибки. И это ее… учителей очень часто бывает такой профдеформация, у них очень развит вот этот критик. И тоже, ты знаешь, вот как-то, ну, она тоже сильно так с учителем не вяжется. Ага. Если только она учитель начальных классов, которые совсем с маленькими детками работают, тогда еще да. Но обычно те учителя, которые с более подростками работают, там, ну, учителя обычно – это такие вот женщины, которые… Ну, да. Потому что, да, у них вот эта профдеформация, у них очень сильно развит критик, потому что главная их обязанность – это находить ошибки. Ага. Ну, вот этот момент на меня произвел впечатление, я такой, думаю, интересно, почему, как бы, да, то есть, не вяжется вот его профессия с его, скажем так, характером, да, то есть, который он… с образом, который он проецирует. Ну, и давай уже подведем такой некий итог, то есть, финальная сцена, Надя сама приезжает, видимо, то есть, ну, опять же, показатель того, что вот никакой тревожности, да, что сейчас еще один мужик от меня куда-то уйдет, либо куда-то он… она ему купила и билет там, мы помним, съездила, да, там. И тут она приезжает, сначала его мама успокаивает, говорит, ой, где ты был. Ну, опять же, показатель того, что там сначала Галя, говорит, я все больницы, все морги обзвонил, там, не знаю, мужчина пропал на несколько часов, уже все, у всех стресс, да, там мама там в стрессе, не можете носить место, вот это вот… такое нервное расстройство, да, то есть, такой вот… тревожность такая повышенная, то есть, нужно, то есть, куда-то звонить, что-то искать. Тут Галя мама, и плюс еще и Надя подключается ко всему этому, то есть, она приезжает к нему, и вот эта вот финальная сцена, моя Надя приехала, да, что ты думаешь по поводу финальной сцены и несколько предположений. Я, кстати, мне прям стало интересно пересмотреть вторую часть, я помню, что вторая часть, они там не сошлись, и они не жили вместе, насколько я помню. Блин, ну, для меня вот, как бы, такая, финал, как бы, очень логично, да. Мама… с одной стороны, я так думаю, что мама была где-то в глубине души довольна, что он не женится на Гале, потому что я думаю, что все-таки Галя ей очень не нравилась, да. Да, да. И я думаю, что она где-то в глубине души, что вот мой сыночек остается рядом со мной, хотя опять же, да, она такая вроде бы такая спокойная, да, его мама, не истеричная такая. Ну, возможно, это один из вариантов ее манипулирования, ну, возможно, она такая манипулятор, манипуляторшая, она вот через вот хладнокровность как-то вот… ну, не хладнокровность, но через спокойствие как-то умудряется им манипулировать. Ну, я думаю, что она очень довольна, что он не женился на Гале, и… ну, как бы в финал, как-то я даже не знаю, что про него сказать. Ну, я думаю, с Галей… да, с Галей ей было бы посложнее. То есть, как-то так, подмять Галю под себя будет гораздо сложнее, чем подмять под себя Надю. И у меня почему-то не сложилось, то есть, не было даже сомнений, то есть, если они будут жить, где они будут жить? Они будут жить все вместе с мамой. Его. То есть, у меня даже не было ни на минуту сомнений, что она ему скажет, типа, «Евгений, поехали в Питер, будем жить там, ты найдешь работу». То есть, почему-то я такой, ну, все, для меня было все понятно, да. То есть, как может дальше сложиться ситуация. Единственное, на меня еще была интересная сцена, можно будет тоже и нашим зрителям о ней подумать, то есть, высказать свои впечатления. Я помню, что когда, опять же, он говорит, типа, я не буду, я встретил другую женщину, она говорит, где он, типа, в Ленинграде. Она хватается за сердце, опять же, показать, ой, 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 да, там, он тут на коленях, опять же, показано, как он относится к маме, как он боится ее любых переживаний. И она говорит, дальше, говорит, интересную вещь, говорит, ты у меня бабник. Помнишь эту сцену? Нет, нет, что-то я, я, видать, промотал. Потому что, вот, Ральфи, я ее не слышал, а тут, как-будто, вот, знаешь, для меня открылись новые слова, она говорит, ты у меня бабник. Он такой, ну, почему у меня вот все не получается, почему вот я не могу найти ее? Ну, это, опять, смотри, я такой, ну, ты же у меня дурачок, вот, я думаю, что что-нибудь, типа, такого там. Мама же все ему такое говорила, ну, ты же дурачок, ну, что с тебя возьмешь, типа, такого. Да. Это, кстати, ну, вот, подводя итог, хочу сказать, что у меня были тоже на консультациях, либо на обучение женщины, которые говорят, что там, нет, мой сын там вообще, он полностью сепарирован, у него там куча женщин. Я говорю, что если у мужчины куча женщин, это не показатель его зрелости, да, то есть зрелый мужчина выбирает одну, то есть понятно, что мы можем сходиться-расходиться, там, с разными людьми, но зрелый мужчина выстраивает прочный, долгосрочные отношения, да, а если мужчина меняет женщин, как перчатки, либо женщина меняет мужчин, то есть это тоже показатель, в том числе, инфантильности, да, и многие женщины думают типа, ну, вон там, с кучей женщин встречается, и вот так он все равно зависит от вас, он все равно живет с вами, он зависит от И это может быть некая компенсация и показать о себе некой уверенности, что я тоже могу. Поэтому я думаю, что сегодня весь эфир мы хотели провести вот этой красной нитью, что в том числе проблемы из-за несепарированности от родителей. Если бы все-таки это было, то если бы он жил отдельно, если бы она, допустим, как вариант, жила бы отдельно. Хотя, с другой стороны, считается, что если женщина живет с родителями, это не столько критично, как проживание мужчины с родителями. Есть разные теории. Что ты думаешь по этому поводу? Я думаю, что перед тем, как создать семью, прекрасно было бы научиться вести быт. Причем как и мужчине, как и женщине. Все равно, когда мама дома, вот когда женщина живет с мамой, там очень часто мама готовит, мама убирается, там очень часто мама берет на себя какие-то домашние дела. И женщина, она такая, как правило, ну я не люблю готовить, но я не люблю убираться. А на самом деле это, ну, если вот так, если бы говорила честно, я не хочу замужем, я не хочу брать ответственность за свою семью. Это же надо быть готовым создать свою семью. Даже то, что она, Надя, приехала к нему в Москву, это ничего не говорит о том, что она готова к семье, готова к детям, потому что, ну, дети же, это же ответственность большая. Ну, она такая, а она вот, мне кажется, они оба не готовы ни к семье, ни к рождению детей. Конечно, может быть, там дети появятся запросто, там дело не мудрое, но вот так вот прям осознанно это не про них. Ну, здесь я тоже себя поддержу, потому что, да, там было много моментов, показывающих, что и он не готов, что и она не готова, плюс нерешенные вопросы с матерями, да, то есть нужно что-то решать, нужно что-то понимать, как жить. И причем там был момент, когда она сказала, что у нас профессии важные и нужные, и он здесь сказал, типа, ну, вот хирург, как бы более важная профессия, да, то есть они там соревновались на этом фоне. Ну, это вот детская. Да, и она говорит, ну, говорит, по зарплатам этого не скажешь, и он такой, ху-ху-ху, то есть опять же показатель того, что это люди, которые могут работать за маленькие деньги, то есть проживая с родителями, то есть это может быть, да, но если они начнут строить быт и уже выстраивать свою ячейку общества, то здесь это в том числе может привести к проблемам. То есть доходы, распределение доходов, введение быта, и опять же показатель Нади в том числе, когда он сказал, говорит, вы вкусно готовите, и она произносит классную фразу, она говорит, я хотела понравиться и хотела похвастаться. То есть это опять же говорит о том, что не факт, что она будет постоянно готовить, она и Политу хотела похвастаться, да, вот, тем, как она вкусно готовит, то есть произвести впечатление, а дальше вообще это может быть в обычной бытовой жизни, как мужчина, то есть дарит цветы, ухаживает, наступает, проходит конкретно букетный период, все, да, ни цветочка, ни звоночка, ни открыточки, ничего. Поэтому здесь тоже очень важно понимать, что, и почему мы говорим про сепарацию, то есть если человек живет отдельно, научается жить без родителей, то есть даже там выполняя, оплачивая коммунальные, решая вопросы с продуктами, с оплатой коммунальных услуг, там, вещами и так далее, там подобное, то есть ему дальше уже проще выстраивать отношения. То есть даже вот если сейчас у меня, я не люблю убираться, если у меня вот два раза в месяц приходит убираться специально обученная женщина, да, которой я плачу деньги, то есть я понимаю, что это приходит человек, который... То есть это не будет так критично. Ну что, я тебя благодарю, классный эфир, я предлагаю всем посмотреть наши разборы, кто не видел «Москва слезам не верят», тоже можете посмотреть. Здесь есть... Продолжение следует...